Никого не боюсь я тебя Для воли отца Прожить свою жизнь, чтобы принести нам спасение Прощение и милость, Господь И мы сегодня, Господь Иисус, хотим возвеличить Твое святое имя И провозгласить, Господь Ты есть наша защита Ты есть наша охрана Ты есть скала, на которой мы можем твердо стоять И уповать на Тебя Спасибо тебе, Ты живой Бог Ты поддерживаешь нас Ты направляешь нас Ты ведешь нас, Господь Потому что Ты есть дорога Правда и жизнь Прими сегодня, Господь Иисус, на этом месте Всю честь, всю славу и всю хвалу Во имя Иисуса Христа Аминь Давайте славу нашему Богу воздадим Аллилуйя Давайте еще больше славы для Иисуса Слава нашему Богу Братья и сестры, мы можем присаживаться Я хотел бы еще раз поприветствовать нас Этими словами Христос Охрестився Давайте еще раз прославим нашего Бога Слава Иисусу Христу Рад приветствовать сегодня всех в этот вечер Мы собрались сегодня, чтобы вспомнить о крещении нашего Господа Иисуса Христа О том, чтобы также вместе порадоваться с нашими братьями и сестрами Стать свидетелями их заключения завета с Богом сегодня И перед нашим крещением я хочу прочитать место и Слово Божие Сегодня мы уже его слышали Это Евангелие от Марка 1 глава, с 1 по 13 стих Написаны такие слова Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего Как написано у пророков И вот я посылаю ангела моего перед тобою Который приготовит путь пред тобою Путь твой перед тобою Глаз вопиющего в пустыне Приготовьте путь Господу Прямыми сделайте стези ему Явился Иоанн, крестя в пустыне И проповедуя крещение покаяния Для прощения грехов И выходили к нему все Вся страна иудейская И иерусалимляне и крестились от него все В реке Иордане Исповедуя грехи свои И он же носил одежду из верблюжьего волоса И пояс кожаный на чреслах своих Ел акриды и дикий мед И проповедовал говоря Идет за мною сильнейший меня У которого недостоин Наклонившись развязать ремень обуви его Я крестил вас водою А он будет крестить вас Духом Святым И было в те дни пришел Иисус из Назарета Галилейского И крестился от Иоанна в Иордане И когда выходил он из воды Тотчас увидел Иоанн развержающиеся небеса И духа как голубя сходящий на него И глаз был с небес Ты сын мой возлюбленный В котором мое благоволение Немедленно после того Дух ведет его в пустыню И был он там в пустыне Сорок дней искушаемый сатаною И был со зверями И ангелы служили ему Знаете, мы прочитали Очень короткий отрывок И Марк начинает этим Отрывком Своё Евангелие И в этом отрывке Он как бы вмещает 30 лет 30-летней пребывания Иисуса Христа На этой земле Знаете, когда Иисус Христос принимал крещение Ему было 30 лет Многие люди думают, что Знаете, Иисус Христос родился 7 января А 19-го крестился Да, что его крестили в младенческом возрасте Христос крестился, будучи уже взрослым Это было сознательное, глубокое решение То, что Библия говорит, что крещение – это не плацко, нечистые омытия А обещание Богу доброй совести И вот знаете, Иоанн Марк, он рассказывает И он акцентирует на водном крещении На начале служения Иисуса Христа И вот из этой истории я хотел бы сегодня Таких три простых вывода В наставление сказать для наших крещаемых И для каждого из нас Знаете, первый мой вывод из этой истории Цени Иоаннов Крестителей Цени Иоаннов Крестителей Мы читаем начало Евангелия Иисуса Христа И дальше речь Марк ведет не об Иисусе Христе А дальше Бог обращает внимание на Иоанна Крестителя На том, кто был до Иисуса Христа Кто готовил путь для Иисуса Христа И знаете, перед тем, как Христос начал свое служение Перед ним был Иоанн Креститель Который пришел раньше Который проповедовал И Библия говорит Его задача была сделать прямыми стези для Иисуса Знаете, как наше следование за Богом Оно не начинается с нас Перед нами есть наши Иоанны Крестители Которые были раньше Которые познали Бога немножко раньше Которые прошли путь немножко больше И знаете, эти люди, они помогают нам следовать за Иисусом Христом Знаете, кто-то за вас молился Кто-то вас наставлял Кто-то ведет для вас домашнюю группу Я хотел бы сказать для вас Цените ваших Иоаннов Крестителей Цените тех людей, которые искренне вам служат Знаете, основной задачей Иоанна Крестителя Мы читаем было о том, чтобы сделать прямыми стези для Иисуса Христа Знаете, слово прямыми означает прямолинейными, открытыми, искренними Знаете, я хочу сказать простое откровение Знаете, когда мы ценим своих Иоаннов Крестителей У нас с ними будут открытые, прямые, такие глубокие, открытые взаимоотношения Знаете, когда, например, что для меня, как для пастора, наибольше заставляет трудностей Знаете, когда я не могу открыто, откровенно поговорить с кем-то из людей Знаете, что я больше ценю, например, в служении тех людей, которые служили мне и служат мне сейчас И служили мне до этого Знаете, что я на больше ценю? Их прямоту и открытость Когда мне могут открыто сказать, когда мне могут открыто послужить и сказать Юра, в этом хорошо, в этом ты молодец А в этом нужно что-то изменить, в этом нужно что-то подправить Прямые, открытые отношения Они есть там, где мы уважаем тех людей, которые служат нам Поэтому хотел бы сказать для вас, дорогие крещаемые Цените своих Иоаннов Крестителей Цените тех, кто приготавливает вам путь, кто служит для вас Второй вывод из этой истории, он звучит так Войди в свое предназначение Знаете, мы читаем 9 стих, что Иисус Христос Было в те дни, Иисус пришел из Назарета и крестился от Иоанна в Иордане Знаете, Иисус не нуждался в водном крещении Он не имел грехов, он был безгрешным Но он таким образом исполнил всякую правду и показал путь и пример для каждого из нас Он показал серьезность своего решения посвятить свою жизнь Богу и последовать за Ним Я хочу сказать, что водное крещение – это такой, знаете, осознанный старт нашего христианства На водном крещении наша жизнь, наше следование за Богом не заканчивается, оно только начинается Сегодня вы в начале христианского пути, вы в начале пути за Богом Крещение – это старт нашего следования за Иисусом Христом И знаете, написано, что Христос крестился Вот это слово «крестился» оно в греческом языке означает слово «баптизо» Слово «баптизо» означает «погрузиться полностью» Погрузиться полностью И знаете, сегодня люди, многие, они погружаются в прорубь, но это ничего не меняет в их жизни Они входят в прорубь мокрыми грешниками, а выходят из проруби сухими грешниками Крещение – это не просто погрузиться в воду Крещение – это погрузиться в Иисуса Христа И знаете, когда я думаю о погружении, я вспоминаю одну историю из моей жизни Когда-то мои родители, они работали в Тунисе, и я приезжал к ним на лето И вот после рабочего дня была такая возможность, те семьи, которые там жили У нас был такой свой старый советский автобус «Пазик» Мы садились с семьями, и мы ехали на море И знаете, мой папа, он увлекался рыбной ловлей Но он ловил рыбу не на удочку, а он охотился подводной охотой Ему нужно было погружаться в воду для того, чтобы подстрелить какую-то рыбу И были моменты, я попытался с ним поплавать, посмотреть, как он это делает Знаете, он стрелял имурен, он стрелял осьминогов, стрелял кефаль Это было такое интересное занятие Знаете, что помогало ему погрузиться на глубину Для того, чтобы подстрелить рыбу, она, как правило, не плавает на поверхности Она плавает внизу, она плавает на глубине И вот для того, чтобы ему погрузиться У него был такой самодельный пояс, ремень И на этом ремне были вылиты такие слитки из свинца, которые утяжеляли его вес И вот эти слитки помогали ему погружаться вниз, опускаться, скажем, на глубину И знаете, что я хотел бы сказать для нас сегодня Знаете, чтобы нам погрузиться в Иисуса Христа Нам нужно на себя взять определенную нагрузку Без нагрузки, без служения, без вхождения в свое предназначение Мы не сможем погрузиться в Иисуса Христа Почему некоторые христиане, знаете, они постоянно на поверхности Они не взяли на себя нагрузку Или сняли с себя нагрузку Но если мы хотим погрузиться в Иисуса Христа Нам нужно будет на себя взять определенную нагрузку, которую Бог имеет для нас Я хочу сказать для вас, дорогие крещаемые Для каждого из вас у Бога есть свое предназначение Бог имеет для вас ваши дары и таланты Бог имеет для вас служение, которое Он приготовил для вас Войдите в него Как его найти? Пробуйте, просите у лидера домашней группы Берите ту ответственность, которую вы можете посильную И таким образом вы найдете свое предназначение Поэтому хотел бы сказать для нас Погрузись в Иисуса Христа По-настоящему служа Ему И последнее, третье И мы будем иметь молитву Итак, цени Иоанна у крестителей Войди в свое предназначение И последнее, третье Храни верность Богу Мы читаем здесь Иисус Христос Он крестился Когда Он крестился, было открыто небо Когда Он крестился, был глаз с неба Ты сын мой возлюбленный И казалось бы, на этом нужно поставить точку Но знаете, Библия честная книга И она продолжает дальше И описывает те события, которые дальше были в жизни Иисуса Христа И 12 стих мы читаем Немедленно после того Дух повел его в пустыню И он был в пустыне 40 дней Искушаемый сатаною И был со зверями И ангелы служили ему Знаете, есть моменты, когда мы переживаем огромное благословение Такой как радостный день, как сегодня Вы заключаете завет с Богом В вашем сердце особенная радость Но придут моменты, когда в жизнь придут и искушения Придут какие-то испытания Придут трудности Знаете, с той верностью, с которой вы готовились к водному крещению С той верностью, с которой вы живете сейчас Продолжайте и в моменты испытаний И в моменты искушений Будьте верными Богу Знаете, как любит говорить наш старший пастор Держитесь за Него руками, ногами и зубами Знаете, заметьте Бог, Отец, Он был вместе с Иисусом Христом В момент крещения Мы слышали, читаем, что был голос Все сын мой возлюбленный И когда Иисус Христос был в пустыне Мы читаем, написано Ангелы служили Ему Это слово служили Оно означает глагол Которое в полном времени Ангелы с Иисусом Христом Они были постоянно, когда Он был в пустыне Я хочу сказать для вас сегодня Знаете, с сегодняшнего дня Заключая завет с Богом Вы становитесь настоящими, законными, Божьими детьми Бог будет, Бог с вами сегодня Бог будет с вами каждый день, где бы вы ни были И даже если в вашей жизни будут какие-то испытания Бог будет с вами Бог будет вас хранить Бог будет вас оберегать Бог будет вас благословлять С сегодняшнего дня И на всей земной дороге И в вечности Бог будет вместе с вами Давайте мы сейчас поднимемся Дорогая Церковь, давайте мы совершим молитву И благословим сегодня Наших братьев и сестер Которые будут принимать водное крещение Господь Иисус Мы благодарим Тебя И благословляем Твое Святое Имя Мы благодарим Тебя за то, что Ты Открыл нам этот путь спасения И Ты прошел этим путем спасения Мы молимся и просим сегодня Благослови нашего каждого брата И каждую сестру, кто сегодня будет Заключать завет с Тобою Благослови, чтобы их сердца сегодня Особенным образом были открыты Благослови, Господь Иисус Чтобы сегодня они были В завете с Тобою И внутри себя имели это свидетельство Что они дети Твои Оберегай их, храни и защищай Благослови, Господь, чтобы во все дни Своего следования за Тобою Они были верными Тебе Они, Господь, уповали на Тебя Мы благословляем их на это Мы просим, чтобы Ты благословил И Господь Иисус И они могли ценить тех людей Которые служили перед ними Которые служат им Ценили своих Иоаннов крестителей И мы молимся сегодня и просим Благослови их, Господь Иисус Чтобы они вошли в свое предназначение Чтобы они могли погрузиться в Тебя По-настоящему Служа Тебе Исполняя Твою волю И следуя за Тобою Мы сегодня их благословляем Во имя Господа Иисуса Христа Аминь Давайте, слава Богу, мы вас дадим Буквально на одну минутку Мы можем еще присесть Я хочу сделать Некоторое объявление И наше крещение будет начинаться Братья и сестры Которые будут принимать крещение А также служителя, кто будет крестить После объявления Вы по центральному проходу Под аплодисменты церкви Пройдете в малый зал И там будет проходить водное крещение После того, как вы примете крещение Вы переодеваетесь с поспешностью И возвращаетесь сюда На эти места И мы будем вас поздравлять сегодня Дарить вам подарки Молиться, благословлять вас Принимать члены церкви С крещением в малый зал Смогут спуститься родные Пастора, наставники, друзья Все мои остальные, братья и сестры Мы сможем быть здесь В центральном зале И мы будем смотреть трансляцию Водного крещения на экране И также мы сможем участвовать Поддерживая наших крещаемых Аплодисменты Радоваться вместе с ними Дорогие братья и сестры Что будут принимать водное крещение Сейчас под аплодисменты церкви Я прошу вас подняться И можно пройти в центральный зал В малый зал Пусть Бог благословит вас Аплодисменты церкви